Министр строительства ЖКХ Михаил Мень провел в Иванове совещание, посвященное участию нашего региона в проекте формирования комфортной городской среды. Ивановской области из федерального бюджета выделили 231 миллион рублей. Еще 22 миллиона изыскали в региональном бюджете. Две трети всех средств направят на благоустройство дворов, остальное на парковые зоны. Решить, как изменится конкретная территория, должны жители. Самое главное, чтобы были выслушаны мнения людей, потому что у нас главное недопонимание во дворах между автовладельцами и неавтовладельцами. И вот здесь ни в коем случае нельзя, чтобы сам муниципальный чиновник принимал решение о той схеме, по какой будет реконструироваться двор. Здесь должны люди, вот эту элементарную схему, сколько должно быть парковочных мест, сколько зеленых зон, они должны утвердить. Большая часть совещания прошла за закрытыми дверями. Министру было, что обсудить с главами муниципальных образований. Нужны новые интересные решения. У нас есть определенная библиотека лучших муниципальных практик. И у нас есть дирекция приоритетного проекта. И мы сегодня свои услуги предложили для того, чтобы за те же средства, но сделать несколько по-иному, вот то, как делают в Татарстане, как делают в других регионах, в их муниципальных образованиях. Притом это не значит, что сделать хорошо, значит сделать дорого. Просто даже те же лавочки, они могут быть совершенно различные. Не теряя времени, Михаил Минь продемонстрировал журналистам фотографии в своем телефоне, насколько творчески в некоторых городах подошли к благоустройству. Оно же стоит ровно столько же, сколько и обычная лавочка, но это совершенно другой подход. Оценить первые результаты проекта жители Ивановской области смогут уже в этом году. За асфальтированные дворы и новые детские площадки. В Комсомольске, Приволжске и Юревце, например, появятся новые парковые зоны. Средства выделят каждому муниципальному району. Мы приняли решение с учетом тех правил, которые существуют, что мы должны учесть столицу, мы должны учесть 10 моногородов. Всем остальным городским поселениям мы примерно распределили в соответствии с численностью населения. Потому что мы хотели сначала сконцентрироваться на меньшем количестве, но не нашли способа объяснить людям, почему их исключают. Поэтому решили начать все-таки, может где-то будут небольшие объекты, все, но будут участвовать все. Михаил Мень сообщил, что программа формирования комфортной городской среды будет действовать не один год. Все будет зависеть от того, как пройдет первый ее этап. Есть даже надежда на то, что в следующем году объем средств, предусмотренных в благоустройство, будет увеличен.